Добро пожаловать на утреннее шоу «Персиковое дерево» с DCI. Это отличный способ начать свой день. Надеемся, вам понравится. Доброе утро всем и добро пожаловать на утреннее шоу в кафе «Персиковое дерево». Добро пожаловать, Геша Майкл. Добро пожаловать, Сейджи. А я Нур, и мы все рады быть здесь с вами и продолжать нашу беседу. И сегодня у нас очень интересный вопрос от Улы из Германии. Включишь нам его? Конечно, поехали. Доброе утро всем. Меня зовут Ула, и я из Гамбурга. Во-первых, я бы хотела сказать, что мне очень-очень нравится ваше шоу «Кафе «Персиковое дерево», и я стараюсь никогда его не пропускать. Мой вопрос о деменции. Я старею и начинаю понимать, что мой мозг уже не так хорошо работает, как прежде, и меня пугает то, что мой мозг может выйти из-под контроля. Что я могу сделать для того, чтобы мой мозг оставался в хорошем состоянии? Какие семена я могу посадить? И да, спасибо за ваш ответ. Хорошего дня. Ула, спасибо за вопрос. Он очень жизненный, полезный. Нам также хочется узнать о семенах для хорошей работы мозга. Миша Майкл, я бы хотела начать с тебя. Как ты думаешь, что это могут быть за семена, которые поддержат наш мозг в хорошем состоянии? У меня есть два предложения. Знаете, я также сам старею, мне 67 уже, и со мной происходит что-то странное. Я начинаю вспоминать вещи, которые я забыл когда-то давно. К примеру, я учил русский в университете, я был худшим учеником в классе, мне было очень тяжело. А сейчас, когда я приезжаю в Россию, я могу говорить, я почти даже могу вести лекцию на русском, а я не занимался им лет 30. И я подумал, что с моим мозгом происходит обратная история. У меня есть ощущение, что мой ум становится более ясным с возрастом. Тогда я удивился и задумался, благодаря каким семенам это происходит. И это вопрос Улы. И я очень хорошо знаю Улу, мы знакомы много лет. И я думаю о двух вещах. Первое. Каждый день я плескаюсь в группе переводчиков «Смешанные орешки». Сэйджей один из переводчиков группы «Смешанные орешки». Нур, переводчик второго типа группы «Смешанные орешки», переводит на арабский. А Сэйджей позже переключится на испанский, не знаю. Прямо сейчас он переводит на английский одну супер книгу о том, что называется «Колесо ножей», «Корона ножей». Я думаю, что если каждый день проводить какое-то время с прекрасными духовными классическими учениями, это поможет. Вы можете их найти на сайте diamondcateclassic.com. Они бесплатные, и вы можете читать их переводы, пока мы работаем дальше над ними. Проведите несколько минут в день за этим чтением. Минут 15. Там около 18 переводов уже. Просто возьмите один и читайте его на протяжении 15 минут. Думаю, это поможет вашему мозгу оставаться моложе. И мое второе предложение. Ула провела долгие годы изучая систему семян. Она многие годы помогает DCI в Германии. Она до сих пор помогает DCI в Германии. Я думаю, посвящение кофе-медитации на то, что ты делаешь для DCI. И еще я думаю, стоит обучать так много, сколько ты можешь. Не останавливайся. Иногда ты обучаешь свою семью за завтраком. Я также знаю, что Ула ведет некоторые классы DCI. Продолжай обучать. И я думаю, твой мозг будет моложе и моложе. Что вы думаете, ребята? Мне вспомнились тексты о корреляции между такими вещами, как вера исходит из смирения, или щедрость начинается, когда ты делишься. Нет, достаток приходит, когда ты делишься. Но самое важное было, что за всем стоит любовь и доброта. Это соединяет. И я вспомнил, что вместе с одним из наших учений об алмазном огранщике был очень интересный комментарий Камалашилы. Суть в том, что там поднимался вопрос о том, что ты видишь свою мать сейчас и увидишь ее в будущем. Почему мы до сих пор будем помнить ее? Хотя технически это два разных человека, верно? И я помню, что связь была в доброте и любви. Я думаю, что это одно из семян, которое может раскрыться во многих ситуациях, но особенно в этой. Мне лично очень помогла моя любимая медитация Танглен. Думаю, основная мотивация делать эту медитацию Танглен в том, чтобы развивать доброту, и сострадание, и любовь. Думаю, для меня была бы отличная практический совет, вот эта медитация Танглен. Здорово. Я думаю, что вообще медитация – это отличный способ сохранить ясность и остроту ума. Поэтому я абсолютно согласна в этом. И раз уж мы заговорили о медитации, я думаю, что очень практический, который тренировал бы мозговые мышцы, стал бы медитация благотарности или круассановая медитация. Потому что это обзорная медитация. Когда мы чем-то пользуемся, за что мы благотарны, и стараемся выяснить, сколько людей сделали это возможным для нас. Например, кофе. Сколько людей работали, чтобы доставить кофе в магазин. Когда мы задумываемся обо всех этих людях, мы вместе с благодарностью делаем отличное упражнение для нашего мозга, чтобы он оставался в форме. Что ты думаешь, Гешла, об этом? Мне нравятся обе ваши идеи. Они очень классные. И я только что думал еще об одной. Знаете, Вероника и я, она навещает свою маму очень часто. Ее мама находится в доме для престарелых, который находится примерно в двух часах езды от нас. Она достаточно часто ездит туда, чтобы помогать маме. Когда мы ездим туда вместе, мы стараемся с ее мамой играть в игры, полезные для мозга. Например, в Скраббл. Когда ты собираешь слова и зарабатываешь очки, мы соревнуемся, играем вместе. Ее мама была школьной учительницей, и она очень хорошо играет. И иногда она выигрывает. И я думаю, это помогает ее мозгу оставаться ясным. И если вы помогаете другому человеку сохранять ясность и остроту ума, если вы делаете это осознанно, помогаете пожилым людям, я думаю, это как раз те семена, которые помогут и вам сохранять мозг ясно. Это еще одна моя идея. Замечательно. У нас сегодня так много идей, и все из них довольно практичные. Я думаю, может, это хорошая идея, менять их или менять медитации. Она может пробовать что-то новое каждый день или каждую неделю. Ола, ты можешь использовать все эти варианты, и ты теперь имеешь много идей, чтобы не заскучать или не отказаться от своего завтрака. Также я думаю, что обучение любым навыкам еще одно отличное семя, если она что-то умеет готовить, иностранные языки, все что угодно. Если у нее хватает спокойствия, чтобы объяснять это другим детям или людям, то действительно в этом нуждается. Я думаю, что это может стать хорошим семием. Так? Да-да, в этом есть смысл. Помогать людям осваивать новые знания. Я также знаю, что Ула отличный ювелир. Она довольно известна своими украшениями ручной работы. И что интересно, она использует металл из старых украшений. То есть она его как бы перерабатывает, а не использует новый металл, который надо добывать для своей работы. Она использует старый материал и делает из ничего новое. Думаю, что для людей нашего возраста полезно сохранять остроту ума, а для этого постараться преодолеть фобию технологий. Ула, если ты как я, я ненавижу этот зум, потому что я не понимаю, как начинать звонок в зуме. Всегда спрашиваю Сейджу сделать это. Я тоже гешила. Я думаю, что когда мы избегаем чего-то нового, потому что мы этого боимся, а мы действительно боимся, и мы не хотим пытаться разобраться в чем-то новом, выучить новый язык, например. Если вам 50-60 лет, и если вы можете заметить, что вы побаиваетесь нового, тогда поварите этот страх. Очень часто мы просто сдаемся и признаем этот страх, и не изучаем ничего нового. Я вчера пытался разобраться в Инстаграме, и я бросил. Я сделал пару шагов, понял, что это сложно, и бросил. Думаю, стоит быть храбрым и пробовать что-то новое, особенно технологии, особенно в наши дни, когда так важно уметь выходить на связь с людьми в любой ситуации. Думаю, это полезно для стареющего мозга. Да, это очень интересно, и мне откликается. Я тоже не очень люблю новые технологии. Даже электронные книги. Мне нравятся читать книги, обычные книги, но мне не нравятся Kindle, электронные книги. Я заметила, что я их отвергаю. Даже тот же Zoom, я его тоже не люблю. Я постоянно зову Сейджа, чтобы он зафиксировал свет. Если у меня сейчас будет звонок, а рядом никого нет, я переживаю, что все обязательно сорвется, что-то пойдет не так. И я ощущаю, что я отвергаю это. Поэтому я, пожалуй, тоже начну изучать новые технологии, потому что легко потерять способности ума, как это называется. Остроту ума. У него, наверное, нет возраста, потому что я уже сажаю семена себе, отказываясь от технологий, отрицая что-то новое. Я сажаю семена, чтобы приблизить такую ситуацию в своей жизни, но я не хочу ее. Поэтому спасибо, Гешила, за твой совет. Я буду работать над собственными навыками, технологией. Думаю, это важно, и я никогда над этим не задумывалась. А что ты думаешь, Сейджа? Не знаю, я пытался думать, это однозначно, как изучать новые вещи. Например, я на самом деле люблю технологии, мне нравится ковыряться в чем-то новом. Вот, например, я приобрел новый микрофон, но все равно есть много вещей, которые я просто... не могу себя заставить их изучать. Я могу рассказать тебе про Инстаграм. Я люблю технологии, но не люблю соцсети, хотя я веду блог. Да, это очень интересная вещь. То, о чем я думал сейчас, что есть так много решений, шагов и предложений для этого вопроса. Как составить нам план для Улы? Потому что мне кажется, что мы так много всего сказали. Да. План? Да, мы столько всего сейчас назвали, мы говорили о доброте, о медитации, благотарностей, о том, как помогать кому-то другому, обучать, учиться самому. На самом деле, у нас множество вариантов. И план в том, чтобы попробовать все и выбрать, что ей нравится больше всего, потому что нужно делать то, что нравится тебе. По себе, например, я не могу сказать, что я пошла изучать технологии каждый день, потому что я сама в это не верю. Поэтому я буду делать то, что мне нравится. Я бы сказала, у нас очень широкий выбор из разных вариантов, и сейчас, когда мы подбираемся к итогам, мы их еще раз тезисно обозначим. Ведь веселее выбирать, когда такой выбор есть. Да, Гешла? А я вспомнил собственный опыт, когда я начинал учить китайский раз в 20. Сейчас, когда я дома, я снова пытаюсь заняться китайским. И мне помогло придерживаться плана, когда я выбираю каждый день одно и то же время для этого. Например, около 9 утра я трачу 15 минут на это, чтобы выучить одно-два новых китайских слова. Мой практический совет для Аулы выбрать что-то новое, что тебе хочется изучить, чтобы освежить свой мозг. И делай это в одно и то же время, каждый день, и не старайся сделать слишком много. Например, я ставлю таймер. Предварительно я научился этому. Я ставлю инсайд таймер на 15 минут. В монастыре я узнал одну классную вещь. Когда ты стараешься выучить что-то новое, например, язык, вставай и выйди на улицу. Я выхожу на крыльцо. Я покажу вам мое крыльцо сейчас. И я хожу туда-сюда на крыльце минут 15. Когда ты гуляешь, тебе легче выучить что-то новое. Прана движется. В монастыре ты как пловец. Они идут по одной стороне стены, разворачиваются, идут по другой, примерно 20 шагов, снова разворачиваются. Так ты получаешь больше кислорода, смотришь на красоту вокруг. Сейчас у нас пошел дождь. Это очень необычно для Аризоны. И тогда твой мозг освежается. Я предлагаю выходить на улицу, прогуливаться и изучать что-то новое. Что вы думаете, ребята? Сэйджи, что ты думаешь? Практический совет для Улы. Для меня то, о чем я хочу сказать, и то, что мне нравится больше всего, это практиковать медитацию Танглен. Развитие в себе большего сострадания к другим. Особенно потому, что чаще я думаю о себе. А эта медитация напоминает мне, что я не один в этом мире. Кроме меня есть и другие люди. Для меня у этой медитации есть двойная цель. Я развиваю доброту, которая, как я знаю, поможет склеить все вместе. И подумать о других. Я также добавлю медитацию благодарности, круассановую медитацию. Она очень популярна в системе DCI. И думаю, Ула с ней хорошо знакома. Что еще? Обучение других из себя, учить других любым навыкам, которыми ты владеешь. Гешила отметила самообучение. И я бы добавила это. Выбери что-то, что тебя больше всего заряжает. Начни с него и попробуй все остальные. Самое важное, быть счастливым, что ты используешь эту новую систему. Тогда я уверена, что ты попрощаешься с проблемой забывания чего-либо. У нас есть вопрос на завтра, ребята? Да, у нас есть вопрос на завтра. Завтра будут Виктория и Виталий Тарангул. Они выбрали вопрос Николеты. Посмотрим? Конечно. Привет, меня зовут Николета Мойса. Я звоню вам из Брашаффа, Румынии. В прошлом у меня были накопления на моем счете в банке. На протяжении последних трех лет, в конце месяца, у меня нет средств на счете, все закончилось. Мой вопрос в том, какие семена мне нужны, чтобы снова иметь сбережения на моем счете. Спасибо. Это очень классный вопрос в наши дни. Будем отвечать на него завтра. Пожалуйста, присылайте нам больше вопросов. Нам очень нравится смотреть их и выбирать, на какие ответить. Вот этот адрес, seedquestionsobacadamondcutainstitute.com Оно должно быть в формате селфи на 30 секунд. Мы будем рады посмотреть и ответить на это. Думаю, это все. Спасибо большое, что были с нами сегодня. Это сплошное удовольствие и невероятно приятно. Спасибо, Герша Майкл, что пригласил нас на утреннее шоу кафе «Персиковое дерево». Спасибо, Сейджи, что был со мной. Увидимся в следующий раз. Хорошего дня. Пока. Спасибо, что смотрели наше утреннее шоу «Персиковое дерево». До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин